Может быть это одушка для еды? Я думаю, что это какая-то супер редкая ниша. Доберу за вас еда. И я хочу рискнуть. Таня, я знаю. Ну не расстраивайся. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на канал Мой Флакон. Меня зовут Сергей и рядом со мной Слава. И сегодня у нас классное событие. У нас первые слепые затесы. Вот так вот, в таком виде нам прислала ароматы. Наша подруга Татьяна, она парфюмитель. У нее очень много классной парфюмерии. Здорово все упаковала. Даже блотеры Таня. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Все в конвертах. Естественно, мы это не распаковывали еще. Будем смотреть по ходу. Здесь 8 ароматов. Мы их разнашивали несколько дней. Немножко записывали. И будем сейчас сравнивать наши впечатления совместно. Каждый раз нашивал сам по себе. То есть, мы не делились своими впечатлениями до этого видео. То есть, чтобы было все честно. И нам самим будет это интересно услышать об аромате, комментарии от Сергея. Что он думал? Лавы. Хорошо. Первый аромат. Под номером 1. А ты, кстати, может даже бренды какие-то примерно выписал? Один аромат. Я думаю, я отгадал. Я сейчас чувствую зеленую, цитрусовую составляющую. И у меня четко слышится нота коноплей. У меня прям все идентично, одинаково. Что, серьезно? Да. Да, ты тоже коноплю. У меня еще и запись вот моя есть. Мне было также похоже немножко на твою американскую нишу. Алиби Корфид? Малинистую. Нет-нет, другую там как-то называлось. С деревяшками-то все. А, пойму. Да-да-да. Вот что-то вот из этого. Аромат классный. В базе он у меня немножко такой почульный. И это один из самых быстро затухающих ароматов в коллекции. Вот из восьми ароматов. То есть, он не очень долго придержался на коже. Алиби Корфид? Для меня такая ассоциация. Он со временем становится немного морским. И я почему-то перенесся с этим ароматом, когда я отдыхал в Сочи. Там тропические такие парки с кипарисами, с войными деревьями. Он становится такой немного солененький, морской. И в то же время очень зеленый, свежий. Этот аромат идеально, я думаю, подойдет на весну, на лето. Для меня он немножко тяжеловат. Вот у тебя конопля, это такое чуть-чуть дымное. Для меня, наоборот, он очень такой... Придает тебе легкости. Легкости, свежести, воздушности. Какого-то расслабления. Есть у тебя идеи по бренду? По бренду, скорее всего, может быть, это Бойс. Один из каннабисных их ароматов. Может быть, что-то похожее. Это точно не Шевалееверд от Олимпи Корхетс. Может быть, еще такое предположение Open Sky от Байреда. Да. А ты их знаешь? Я как бы знаю то, что он такой зеленый, воздушный. И название Open Sky, открытое небо. Вот у меня два предположения. Или Бойс каннабисный, или Байреда Open Sky у тебя? У меня тоже записано, что это один из Бойсов. Я думаю, что это не фрутата, и не тот, который их основной. И там еще есть какой-то батата, или как он там называется. У них там три в линейке. Вот какой-то зеленейший из них, который... Ну что, открываем? Да. И на самом деле этот процесс был изучением для нас дебютом. Для нас это дебютное видео, если бы и соответственно на нашем канале. И разнашивать эти ароматы, угадывать какие ноты. Это на самом деле очень необычный и увлекающийся себя процесс. То есть, класс. Ну что ж, это... Хошабис Джордина Бенесере. Это, я думаю, это, которые Тренци, да? Да. Один из флаконов. Ну, классно. Получается, здесь есть действительно... Каннабис. Каннабис. Слое. Фрукты, кедр, мускус, вот всё вот это. Таня пишет. Я слышу в основном горькую глифрутовую корку. Интересно. Перетёртую с коноплёй. И всё это лежит в металлическом ведре. Думаю, что будет хорош на жару. Согласен. Да, да. Ну, кстати, я не знал, что у них есть такой аромат. Очень интересно. Тоже, тоже. Но надо подойти. Открытие. Второй аромат из подборки. Какой он у тебя, даже по памяти? По памяти он был очень стойкий. Он держался чуть ли не с утра до вечера. И такой амброво-древесный, тёплый для меня аромат. Немножко с восточным звучанием. На самом деле, очень сходится. У меня тоже это был самый стойкий. Он продержался весь день. Он красивый. Слушай, кстати, старт очень яркий. Мне кажется, даже цитрусовый. Вот. Но сам по себе это действительно амбровый аромат в первую очередь. Такие очень классные, сладковатые смолы. Древесное что-то. Супер. Он очень стойкий. Он не сильно меняется на протяжении развития. То есть, через несколько часов примерно так же, потому что он затухает. И сохраняет вот эту амбровую свою структуру. В базе у меня ещё было что-то такое то ли дубовое, то ли кедровое. Больше вылезло классные деревяшки именно. Не листопилки, а чего-то такого крутого. Для меня этот аромат напоминает немного амбра-султан от Сержа Лютанца. Я даже предполагал, что, возможно, он похож. Но я потом сравнивал. Нет, они всё-таки разные. Но по стилю и звучанию очень похожи. И я чувствую здесь ваниль. Здесь есть такая ванильность, такая приличная ванили. Ваниль тоже, согласен. Очень тёплый. Я думаю, он идеально подойдёт на уже больше осенне-зимний период, когда хочется согреться. Амбра и дерево создают такой аромат тёплого пледа, уюта. И специи. Ну, у меня по брендам нет особых предположений. Потому что во многих брендах есть один из ароматов. Может быть, L'Eso Primordial. Может быть, Frenet Baclée. Может быть, всё что угодно. Да, это такой аромат, который что-то напоминает у других брендов, у которых есть тоже амбровые, древесные аккорды. Ну что ж, посмотрим. Носил бы? Да, да. Я думаю, что здесь ещё есть, возможно, смолы и почулики. Возможно. Так, номер два. О, это у нас Eldo. Bijou Romantique. Арт. Я не уверен, что я его знаю. На самом деле. Я тоже не уверен. Я его нету. Опять же, очень-очень много нот. Да, ваниль, в базе бензоин. Ну, мы сказали амбра, но получается он... А, ну да. Вот по основным аккордам это амбра. Ну, очень много смол древесных. Здесь есть розовый перец, специи, мы сказали. То есть, по сути, мы... Кокос. Кокос, якобы, вот сейчас ты прочитал, особо не чувствуется. И ириса здесь особо не чувствую. Он больше всё-таки вот такой в древесную сторону. Что пишет Татьяна? Для меня в сторону шалимара, только без жжёных покрышек и кожи. Очень приятен в прохладную погоду и дождь. Полностью солидарный, Татьяна. Классный аромат, супер. Второй крутейший аромат. Да. Подряд. На самом деле мне очень нравится. Номер три. Рассказывай. Для меня этот аромат, как желачка Love This. И, возможно, жвачка с фруктовыми, ягодными вкусами. Слушай, нет, Слава, ты точно подсмотришь. У меня написано жвачка. У меня так же. Я делал заметки. Мы с Сергеем серьёзно подготовились. Мы описывали, как раскрывается аромат на коже. Такой аромат мне ассоциируется больше с молодыми девушками. Он такой лёгкий, задорный, весёлый, беззаботный немного. Даже какой-то... Живющий жвачку. Да. Такой аромат жвачки. И в то же время... Слушай, какая-то песня была там про жвачку. Смотри, что перебиваю. Помнишь какая-то? Нет? Угу. Что-то там... Можете, а то прям... Я ещё написал, что для меня это ещё и шампунистый немного аромат. Но, по сути, я здесь слышу смесь фруктов. Это мультифрукт. Да. Слышу и сливу, и персик, и манго. И от персика вот эту шелковистую такую шершавую кожурку эту слышу. Вот. Но дальше в развитии этот аромат у меня немножко грязнился. Возможно, это из-за почули или что-то такое. Немножко добавлялось мне половых тряпок. Вот из-за этого мне аромат немножко не понравился. Старт классный. Сидина тоже в базе. Что-то мне не очень. А для меня вот он также раскрылся в начале фрукты. А потом уже раскрывается, белая цветочная тубероза на коже. И она очень явно чувствуется. Я чувствую здесь очень сильно туберозу. И она здесь как бы выше всех здесь нот. Серьёзно? Да. У меня прям фрукты. Ну, она в дальнейшем. То есть, фрукты в начале, а потом тубероза в главенстве всех нот становится. Это люксный ниша. Я считаю, что это ниша. Это слишком сложный замес. Вот этот грязноватый остаточек. Мне кажется, люксок не делают. Люкс делают попроще, что ли. Ещё мне здесь чувствуется зелёный банан немного. Такой. Да, кстати, да. Ну, мультифрук. Смотрим? Да. Ну, в целом, наверное, я бы не нацел. Ну, больше для молодых девушек. Так, третий. Что же, что же. Ой, я первый раз слышал этот бренд. Sunplosion от Симон Андреоли. Sunplosion, это как explosion, как взрыв, но взрыв солнца. И здесь, правда, смотри, куча различных фруктов экзотических. Манго, гуава, молочко кокосовое, гибиску слайм и белый сандал. Таня пишет, что это яркий, сочный, сладкий манго или коктейль из тропических фруктов, в котором доминирует манго. Без химозной базы для такого аромата очень стойкий 5-6 часов. Ну, Таня знает, что на тебе ароматы слетают. У тебя горячая кожа, сколько я помню. Ну, достойно. Четвёртый аромат. И мне кажется, на самом деле, что мы очень классно идём в основные ноты. Кажется, мы угадываем. Да? Да. И следующий аромат... Ой, как-то он плохо наносится. Следующий аромат для меня в люкс. Вот я уже определил его как люксовый по какой-то причине. Я наоборот. Да? Это 100% какая-то единиша. А что ты здесь чувствуешь? Здесь такие очень хищные цветы, которые прям поглощают ваше... Ва... Вас. Вас, да. Детобероза вас съедает. У меня, кстати, тоже написано, что это очень громкий цветочный аромат. Но очень красивый, заметный будет. Мне кажется, здесь лилия. Лилия, магнолия. Вот такие, которые очень сильно звучащие цветочки. Мне кажется, магнолия не сильно звучит. И я почему-то чувствую немного чёрной смородины. Какая-то чёрная смородинка здесь пробегала. Я вот из-за того, что он такой мощный, из-за этого посчитал, что это люкс. Большой люкс уходит. Но мне понравился, он очень красивый. И сто процентов здесь я чувствую мускус. Мне кажется, здесь очень много мускуса. Так как мускусы усиливают ароматы цветочные в базах. Я ещё улавливаю здесь чуть-чуть позднее ноту табака. То есть она вот чуть-чуть тяжёлая, на самом деле, вот эта композиция. Потому что вот сразу эти цветы так прям забирают тебя. Ну и к тому же это ещё и фруктовость тоже здесь есть. Поэтому, ну может быть, туберозы есть. Я больше на Алилию и Магнолию ставлю. Табироз здесь нет, я думаю. Вот, и в базе он у меня был очень нежный, очень кремовый. И поэтому это же люкс. А я думаю, что это какая-то супер редкая ниша. О, уже не секции посмотреть. Давай, открывай. Тебе понравилось вообще его размашивать? Да, он интересный. На самом деле он интересный и очень необычный. Я знаю, что у тебя тоже кожа горячая и... Подоедает. Нет, нет, кстати. Нет. О, что у нас, что у нас? Я уже вижу, вижу. Флакончик, да. Это Амуаж. Амуаж. Амуаж имитейшн. Ну, я такого аромата не знаю. Но Амуаж и есть такой вот, что-то в люксово-винтажную такую составляющую. Древесный, рептовый, альдегидный. Здесь много всего. Иланг, апельсин, жасмин, розальд, дегид, лакричник, ладан, пачули и сантау. Ну, кстати, табака нету. Ну, черную смородину угадал. Да. Ты угадал, молодец, конечно. Вот, ну, классный, мощный. На самом деле, это свойственно для Амуажей. Они такие... Моща. Уже подошли к пятому аромату, половину. Ароматов затестили. Нанесем. У меня пятый аромат. Это сладенькие цитрусы. Сладенькие цитрусы. База тоже сладкая. Для меня... Ой, прямо зашло сюда. Это на старте конфетка-карамелька взлётная. Если ты такой помнишь, она такая кисловато-сладкая. Я не очень любил её в детстве, потому что она для меня была больше кислая, чем сладкая. Но здесь вот оно. Вот такие супер цитрусы. Очень позитивно, очень весело. Сладко-лимоназно. Класс. Обожаю. По-моему, супер. Да. Для меня это чёрный чай. Он такой чайный. Чёрный чай с бергамотом. Чувствую, здесь как будто бергамотик. Знаешь, чёрный чай с бергамотом. Такой ароматный. Ну, могу что-то улавливать, да, да. Но для меня всё ещё цитрусы сладкие. Но они на старте. Он потом больше в чайную историю переходит на моей коже. Может быть, это что-то из флорайку. Потому что у них очень много чайных ароматов. Но я знаю, флорайку у них такого слишком яркого не было. У них потише, поскромнее. И ещё чайный бренд. У них прям специализация чайной. Название чайных. State of mind. State of mind. Может быть, что-то из этой марки. Потом ещё, кстати, раскрывается травянистая мелиса. Чай с мелиссой. Он такой больше становится немножечко. Чай на травах. Я бы ставил на то, что это не люкс всё-таки, потому что слишком ярко, слишком всё волшебно. Но почему-то мне в нишу тоже не тянется. Я не знаю, Тань. Может быть, это одушка для еды. Для карамелек. Или, может быть, это какая-то, я не знаю, ещё какая-то прикольная отдельная немножко история. Из всей подборки мне этот роман больше всего понравился. Серьёзно? Да. Классно. Мне даже вот не терпится узнать, что же это. О, это Winter Palace Memo Paris. А, это этот зимний дворец. Вот я их не знал, да. Красный чай здесь. Апельсин. Вот и чай бы я дал, да. Толу, бальзам, ваниль, лимон. Что пишет Татьяна по поводу этого аромата? Прекрасный согревающий чайный напиток с апельсиново-ванильным сиропом. Нравится, но ношу не часто. Это бажа может надоедать. Я полностью согласен с Татьяной. Для меня это тоже чайный аромат. Красивый. Я удивлён, что у мема Winter Palace так пахнет. Я его нюхал в магазине и как-то не разнюхал. Какой-то он был скучноват. Ну, да. Ну, своих денег, как бы, вопрос. Мемы очень дорогие. Ну, ты, получается, намного лучше угадал, чем я здесь, да. Я, кроме вот этих цитрусов и сладких, ничего не чувствовал больше. Ну, он мне больше всего понравился. Я его прямо носил с удовольствием. Подошли к шестому аромату. Что же ты, Сергей? Думаешь об этом? Так. Ну, по моим записям это, возможно, смородина. И у меня здесь очень много различных трав. В том числе... Ну, вот оно пошло. Что-то такое таблеточное. Я будто бы аптечку немножко открываю. В какой-то момент у меня пробивается здесь полынь. Такая горьковатая. Я помню, в детстве мне заваривали полынь, когда у меня были проблемы с желудком. Ничего себе. Тебе такое не заваривали? Ну, вот это такое народное средство, да. Вот. И для меня оно немножко такое, как это сказать, писечное, да. То есть, когда немножко пахнет, как смородина дает такими лотками, да. Вот в эту сторону. Но это приятно. Но профиль такой своеобразный. Вот носить это, я считаю, это точно ниша какая-то, инди. Да, возможно, это Pine World. Это этот бренд, который сам хвойный я обзрывал не так давно. Их ароматы. Вот в их стиле для меня это какой-то пихтовый бальзам, хвойный бальзам. Что-то вот очень... Очень много кедра, древесности, хвои. И в то же время он очень сухой прям. И почему-то для меня он сильно пахнет куркумой. А ты чувствуешь здесь горькое вот что-то? Вот такая горечь прям полынная мне прям все забивает. Вот. Это что-то куркума? С тобой согласен. Возможно, вот эту горечь дает полынь. Может быть, какая-то сена бывает в аромате, да. Но это сена. Может, табак. Может быть, здесь покрышки жены. Ну, нет, покрышки жены здесь сто процентов нет. Для меня это вот действительно что-то куркума. Ну что, посмотрим. Ну да, да, интересно, интересно. Ставлю на Indie Nisha. А ты куда? Я тоже. Это Indie Nisha. И какая-то редкая, мне кажется, ниша. Этот аромат не все поймут, далеко не все. Ну, наверное, это для каких-то таких мокрых, дождливых вечеров. Что за такое немножко грустно, чтобы тебя как-то охватить в какой-то кокон? Ну да, я вот как мы правы, это очень редкий бренд. Petite Fumé Parfumers du Monde. Я без понятия, что это такое даже. Я тоже первый раз. Верхние ноты. Здесь кардамон, розовый перец, черный перец. Средние ноты. Паласанта, ладан, миндаль, гвоздика, пряность. Базовые ноты. Тулубальзам, стирекс, ветивер. Что пишет Татьяна? Вообще ничего общего с пирамидой не слышу. Разве что, кроме черного перца. Мы согласны. Для меня очень странный, необычный. Мята с черным перцем и минеральностью. Кстати, да. Минеральность? Кстати, да. Я тоже писал про минеральность. Вот здесь получается, полосанта, наверное, дает вот эту вот дымность и горьковатость. Для меня полосанта, он дым. Семерочка. Хорошо идем, я считаю. И седьмой аромат больше мне понравился, чем шестой. Он такой алкашечный. Я чувствую какую-то пьяную амбру. Прям вот реально подлили что-то такое. То ли ром, то ли какой-то бальзам травяной. Коньяк, может быть. Ты тоже так считаешь? Да, для меня это алкогольно-шоколадный аромат. Я чувствую здесь шоколад. И шоколад темный. Темный шоколад не сладкий. Таня, я знаю, простите, я знаю, что ты положила. Это выжимка из конфет столичных. С водкой. Вот такие есть белорусские конфеты от фабрики Комунарка. Это оно. Вот они пахнут. То есть водка, засахаренная какая-то там начинка и горький шоколад. Пахнет, да? Вот прям вот оно обмазается этой столичной конфеткой. И действительно аромат очень груманский. Если вы сладкоежка, вы сразу захотите поесть шоколадки. А ты чувствуешь здесь шоколад? Да, здесь я чувствую ваниль. И вот эту сладость. И вот мне кажется, что это амбра вместе с ванилью перемешивается в шоколад. Но может быть, здесь есть и ноты шоколада тоже. И к тому же вот ром или коньяк. Оно тоже вот бывает с такими коньячками, шоколадными оттенками. Для меня плюс еще этот аромат добавляет в какой-то момент, ближе к середине, копчености и пластиковости даже немножко. То есть что меня отсылает к какому-нибудь гвояку, что-нибудь такому. И опять какая-то больничка, может быть, иудов нам мешали немножко сюда. А так сливочная карамелька, водка, карамелька. Это вообще-то столичный. Хочу уже узнать. Для меня это немного кофе и кофе алкогольный. Айриш кофе. Да. Типа Айриш кофе с темной плиткой шоколада. И я хочу рискнуть. Возможно, я знаю этот аромат. Это Killian Black Phantom. Очень похоже на Killian Black Phantom. И может быть... Я тебя понял. Ну, это точно не он. Сразу говорю, это не Killian Black Phantom, потому что я его знаю. Он мягче, он слаще, он более что-ли нежный, более удушащий. Не столько там водки. Да. Сейчас посмотрим. Очень интересно. Давай, раскрывай. Что там Таня нам предложила. Да, это не Black Phantom. Killian. Ты прав. Что это? Это Absolute de Vanille. Le Maison de Vanille. А, я видел эти флакончики. Флакончики, кстати, сорян, они страшные, как по мне. Они такие какие-то странные, там что-то такое. Крышки такие себе. По крайней мере, когда в магазине я их затащивал, в Салтом Диаблоке, что ли, когда-то, они такие уже были разваленные, там что-то было непонятное. Ну, ванильку мы угадали. Первые ноты – Absolute Vanille, средние ноты – Benzoin, Apoponox, Pachule, и базовые ноты – Absolute Vanille, лабдану, бобы тонка. Вот. Ну, это вот тебе отзаслало Кирину, потому что в Black Phantom там тоже много бобов тонка, ванильки. А там и шоколад. Я чувствую, что там такое. Шоколада нету. А, ну, Pachule. Ну, Pachule, шоколадный Pachule. Шоколадочули. Что пишет Татьяна? Это прекрасная, сухая, сладко-алкогольная ваниль. И мы тоже с тобой согласны. Интересно, как оно на тебе держится и раскрывается ли вот тоже в какую-то сторону немножко копчености, как у меня. И, на минуточку, стоит в пределах 100 долларов за 100 миллилитров. Ну, это нормально. Это нормально. Если вы ищите что-то подобное с Black Phantom, Киллиан, вот, будем рекомендовать. Я прям был 100% уверен на то, что это Black Phantom. Ну, не расстраивайся. Да, а, точно, там же у тебя есть этот ливантик. Ты сравнивал, наверное, да? Нет, кстати, я не сравнивал. Я просто зашёл на фрагранчик. Там же у тебя доступен. Я зашёл на фрагранчик, смотрю, что у них шоколад, мани, походу. Ну, ничего. И последний аромат из этой подборки Татьяниной. Восьмёрочка. Ой, шикнул на руку. И у меня с восьмым есть прям догадка на бренд. Ты даже почти на называемый. Да. Потому что мне кажется, что он у нас был. Понимаешь, чем? Пангу. Мы его нюхали уже. был у нас разбор бренда под названием Борож Бани Рож. Угу. И вот здесь для меня это травы, смолы, сосна, бальзамы, какой-то немножко фруктовостей. И я слышу дымную кожу, что-то такое смоленистое, дымящееся. и может быть немножко а-ля сливы, чего-то такого. И у Руж Бани Руж есть какой-то такой аромат, то ли он Сильван называется, я что-то поленился, не посмотрел. Вот куда-то вот в эту сторону. Вот прям моя догадка это да. Для меня этот аромат Рождества, Нового Года, запах сосны, ёлки, очень много хвойности. Да, ну ты согласен, да. И очень много мяты. Я ещё вдобавок слышу мяту, может быть что-то тархун. Мяту, ну такое не перечное, а какую-то мягкую, да? Мяту или тархун. Схоже, даже больше тархун. Такой древесно-хвойный мятный аромат. Это точно ниша, скорее всего. Мне нравится, я люблю хвойный аромат, и довольно-таки хороший, классный. А ты чувствуешь немножко вот это вот индастриал, то есть какой-то такого типа пластика дыма, вот лада, но я не знаю, вот в ту сторону гвояк опять же. Я вот этого не слышу. Ну интересно будет узнать, что это такое. Ну здесь еще я думаю, что здесь какие-то должны быть фрукты какие-нибудь. Это я вот смотрю на этот Сильван пока что, это вот его я имел, то него. Ну да, да, Сильваны. Ну давай. У меня никаких. Доставай Сильван. У меня никаких. Это точно ниша, это носить сложновато будет, нужно уметь. Вау. Вау. Серьезно? Это Кензо, слон, это он. Кензо, джангл, элефант, Кензо, это вот один из самых популярных ароматов от Кензо. Ничего себе. Но я его, кстати, не знал. Не знал. Вот интересно, сейчас я гляну, сравниваю для Сильванских Сильванских. А ты знал его? Нет, ну я никогда его не нюхал. Этот аромат для меня это новинку. И я, кстати, мечтал его понюхать. Верхние ноты гвоздика, кумин, мандарин. Вот мандарин такая новогодность. Средние ноты кардамон, мин, лакричник, манго, иланг, гелиотроп, гордени. Базовые ноты ваниль, амбра, пачули. То есть здесь хвои, здесь вообще нету. Ну а есть что-то древесное? Древесное нет. Ну я вообще не согласен с нотами на фрагре в таком случае, потому что для меня это еще какой-то индастрил аромат. Что пишет Татьяна? Когда только купила, кроме специй, не слышала ничего. Сейчас для меня это фрактово-специевая варева. Я очень люблю, но в люди не ношу, чтобы никого не травмировать. Ну кстати, да, потому что он реально такой жесткий. О, кинзо. Ну кинзо, конечно же, мой. Ну, насколько я понимаю, что его могут реформулировать. То, что раньше был кинзой, то сейчас. Да. Ну почему? Откуда здесь хвойня? Здесь 100% есть мята для меня и хвоя. Ну потому что, да, я сейчас скажу. из-за манго. Манго дает такое. Да, потому что у манго есть хвойные оттенки. Если вы вот разрежете манго, вы почувствуете эту хвою. Ну, кстати, да. Мякоти, да, манго. Да, ну вот что мне дает пластик в этом аромате, я не знаю. И это люксовый аромат. Но он звучит очень нишево. Рушбани Руш, кстати, тоже люкс. Очень нишево звучит. Классно. Да. Прикольно. Какой тебе аромат из Татьяниной подборки? Больше всего понравился. Ну, мне очень повеселил аромат, который с леденцами, который твой топчик. Ну и амбровый, второй аромат мне очень понравился, который... Ну, в целом, вообще, Таня, супер подборка, ароматы все на сиденье, все на какое-то настроение. Очень классно, мне понравилось. И вообще, такой прикольный экспириенс, это знакомиться с ароматами и для себя открывать новин... что-то новое, новые бренды. Пойдем нюхать этот Winter Palace сейчас покажу. Спасибо большое, Татьяна, тебе за эти ароматы, за конверты, вообще, за упаковочку, все так мило сделано, благодарствую. Да, и спасибо, что ты писала свои отзывы тоже, всегда классно сравнить. И во многом вкусы схожи, поэтому увидимся в следующем слепом затесте. Может быть, мы тебе вышлем, либо ты нам еще разочек. Было классно. Да. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали, ставьте лайки, если все было прикольно и интересно вам, как и нам. Напишите комментарий, было ли прикольно, тем более, это наше было первое дебютное видео слепых затестов на нашем канале, нам будет приятно это почитать. Вам всем спасибо за просмотр. Желаем вам прикольных парфюмерных открытий, классного настроения. С вами был Слава Сергеев. Всем гуд бай. Пока. Слава Сергеев.